Сейчас на мне неспроста ни грамма косметики, потому что мы с вами сегодня снова будем собираться вместе. Мне очень понравилось снимать такой формат видео, для меня это не типичные видео, я обычно такие не делала, но прошлое видео было воспринято настолько позитивно, настолько классно мы с вами пообщались там в комментариях, что я вот просто в предвкушении съемки сегодняшнего видео. И сегодня новинок косметики у меня может быть не очень много, но я так поняла, что знаете, новое это по сути хорошо забытое старое. И вот под предыдущим видео был комментарий по поводу того, что вот это очень сильно вводит в заблуждение, когда блогер что-то хвалит и рекомендует это к покупке, а потом опа, два видео прошло и как бы он этим не пользуется. И сегодня я достала вот ту косметику, которой я уже давненько не пользовалась, но которую я очень люблю и сейчас я хочу возобновить воспоминания о ней и вот понять для себя, действительно ли я ее по сей день люблю, потому что косметический рынок вообще не стоит на месте и постоянно что-то выходит новое, и что-то новое часто вытесняет что-то старое. И так как блогеры постоянно что-то тестируют, то как бы волей-неволей получается, что даже любимые продукты приходится откладывать, чтобы потом вот чем-то другим начинать пользоваться, и так появляются новые фавориты и это до бесконечности, в общем-то процесс затягивается. И я решила тоже, что вот в таких вот видео, собираясь со мной, отличный повод вообще общаться о каких-то темах, вот не только затрагивая косметику, да, такую поверхностную тему, типа собрались, поговорили о косметике и разошлись. Вот, то есть мне хочется немножко больше с вами даже познакомиться, вот не только с профессиональной точки зрения, да, что, ой, спасибо, вы мне подсказали там, как делать макияж, у меня получилось. А вот просто мне хочется узнать своих подписчиков, чем они дышат, где они работают, или может быть учатся. Вот расскажите немножко подробнее о себе, давайте знакомиться ближе, давайте как-то создавать какую-то площадку по общению, а не просто вот зашел, посмотрел, выключил. И, кстати, сразу скажу, что если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы не пропускать видео в будущем, и если вам такой формат видео нравится, конечно же, ставьте лайк. В качестве тональной основы я хочу сегодня взять L'Oreal True Match, и оттенок у меня 3N. Давно я не пользовалась этой тональной основой, но я ее очень любила, и вот давненько я ее не пользовалась, потому что оттенок для меня темноват, вот 3N, он такой вот, как вот на конец лета, наверное, вот такой вот очень загорелый, но я решила, что раз у меня есть новый аджастер, вот такой вот очень светло-светло-светло-розового оттенка, это, кстати, подарок от моей подруги с Австралии, это австралийский бренд, который называется Australis, я так понимаю. Выдавливаю одну помпу, и сейчас вот вспомню, насколько темный этот оттенок, ну да, вот видите, конкретно такой темненький, особенно на это время, а сейчас для меня это too much. Вот видите, как это все начинает выглядеть? Сейчас перемешаю. И такие аджастеры, они не должны влиять на консистенцию, ну, мне кажется, уже получше, вот уже почти хорошо, я бы сказала. Вообще, с появлением аджастеров, конечно, у визажистов сильно упростилась работа в плане того, вот, сейчас, по-моему, вообще просто отлично. Вот прям очень хорошо растушевывается вместе с моей кожей, не видно даже, где граница, по крайней мере, я вот в зеркало даже не вижу, где граница. Может быть, на волосину темнее, чем моя собственная кожа, но, мне кажется, очень даже неплохо. Так, тон я нанесла, и что-то мне не так сильно нравится, как я помню. Посмотрим, немножко более он плотно выглядит на лице, чем тот же Bourjois Healthy Mix. Посмотрим, как дальше будет, может быть, он как-то уляжется, но вот сдалека неплохо, а вот вблизи, я каждый раз смеюсь, есть такое выражение, макияж как картина Моне. По-моему, это же Клин Хилл сказала, что макияж как картина Моне, то есть, сдалека, типа, классно, а вблизи какая-то жесть. Вот это вот мне что-то такое напоминает. Кстати, что касается картины, я на прошлых выходных закончила очередную свою картину. Если вы не знаете, я увлекаюсь живописью, у меня никакого не образования, ничего нет. Я просто вот в один момент проснулась и решила, что хочу попробовать писать картины маслом. Понятное дело, картины мои даже и близко не относятся к каким-то профессиональным или каким-то, я не знаю, таким, который можно там оценивать как-то по-особенному. Консилера, кстати, берут Art Shape Tape, потому что как-то у меня рука не поднялась что-то другое использовать. Так вот, я закончила картину, это уже моя, я даже не помню, какая по счету, ну, наверное, картина шестая, может быть, по счету, где-то приблизительно так, наверное. И в этот раз я хотела попробовать, я вообще пробую всевозможные направления, то есть я и животных уже писала, и морскую волну, и портреты, и вот сейчас вот пейзаж. Поэтому как бы я пробую все подряд, и мне вот пока что больше всего понравилось море писать, вот мне очень, именно сам процесс понравился. В этот раз у меня городской пейзаж, можно так сказать, мы когда были во Франции, там в Авеньоне папский дворец, ну, дворец Папы Римского есть, и там есть территория как бы сады Папы Римского, как я так понимаю. И там с этой зоны открывается, ну, просто такой красивый вид, вот просто потрясающий. Мы там стояли, просто миллион фотографий с того места сделали, и я сразу вот стоя еще там, я решила, что приеду вот когда домой, попробую это перенести на холст. И я не знала, получится у меня или не получится, но я решила это перенести на холст для того, чтобы просто мне вот о этом времени что-то напоминало. И я долго думала вообще делиться вот этой картиной со своими зрителями или нет, выкладывать ее в соцсети или нет, потому что у меня был такой не очень приятный инцидент. В прошлый раз, когда я показывала свои картины, столько набежало критиков, столько экспертов набежало, что я просто как бы решила для себя, что да, ну, нафиг, в общем-то, зачем мне это нужно. Потому что я, ну, я всегда говорю, я не профессионал, то есть, и как бы меня судить с точки зрения профессионала не стоит. Но потом я решила, еще я буду обращать внимание на каких-то там двух-трех людей, 50 комментариев, что молодец, хорошо, там, продолжай. И в то же время три комментария типа фу, и вот эти три комментария почему-то всегда перевешивают чашу весов. Хотя, объективно, это не должно так происходить. Так, в общем, давайте я вам покажу, наверное, эту картину сейчас. Ну, и вот, собственно, что у меня получилось. Вот это вид оттуда, откуда мы стояли. Я это брала с фотографии, я вам потом, может, покажу тоже фотографию, как она выглядела. И вид был, собственно, на вот это. Ну, в общем, получилось, как получилось. Как я уже и сказала, я далеко не профессионал, то есть, с точки зрения как бы профессиональной там построения, архитектуры, или там свет, и полутень, я этого всего не знаю. И как бы я это делаю сугубо для души, для какого-то расслабления, для того, чтобы снять стресс, какое-то напряжение. Вот я, бывает, посвящая этому какое-то время, и вот мне просто вот душевно становится как-то легче. Для бровей я буду использовать Colourpop оттенок Light Brown, а карандаш Sun Brow Boss называется. Кстати, понравился мне этот карандаш. Я заказала в Colourpop ходовые оттенки, я взяла Blonde оттенок для блондинок, и взяла тоже очень темный оттенок, по-моему, он там называется какой-то мягкий черный, или как-то так. Вот, и вот этот очень тоже такой неплохой, думаю, может еще потом возьму оттенок Dark Brown для таких вот шатенок уже как бы темных. Но вот пока мне этот карандаш очень даже нравится, им можно хорошо построить форму, и он такой сухенький, то есть им получаются не жирные такие брови, а вот именно вот прорисовать с решками вот такую вот какую-то форму построить. Что касается картины, да, я уже начала немножко об этом говорить, что у меня там с одной девушкой особенно получился такой, ну, я не могу сказать конфликт, но она это пыталась подать под соусом конструктивной критики. И вообще вот эта тема конструктивной критики меня вообще так раздражает на YouTube, так она мне написала, в общем-то, что как бы, ну, для начала неплохо, но вам нужно поучиться, не помню, там, к колористике или перспективе, ну, короче, все перечислила, все, что должен знать как бы художник, и колористика, и перспектива, и там, и это, и пятое, и десятое, короче, потому что, типа, мол, надо это почитать, поучиться этому. Вот, ну, я и ответила что-то в стиле того, что, как бы, ну, я не особо хочу на это тратить время, я это делаю для себя, и я не вижу смысла в том, чтобы учиться академической живописи, потому что, по сути, как бы, академическая живопись, это для, ну, для, надо начинать с детского возраста или хотя бы, ну, с какого-то подросткового, ну, такой вот уже взрослой тетки, как я, сидеть и годами долбить, там, драпировки, какие-то шары, там, эллипсы и так далее, ну, как бы, я же не собираюсь этим профессионально заниматься, да, то есть мне это не нужно, я вот хочу сесть, просто вот как бы выплеснуть какие-то свои эмоции, и все. И ее это, видимо, так зацепило, что, мол, я академический рисунок не хочу воспринимать, что я себя возомнила таким экспертом, и вообще это она, типа, со мной очень еще так культурно пыталась общаться, но вообще все мои картины полное говно на уровне ребенка третьего класса, ну, и вот в таком вот стиле. И вообще она сейчас, типа, позовет своих друзей-художников, которые также мне расскажут, какое я говно. И, типа, вообще, что вместо того, чтобы воспринять конструктивную критику, я вот так вот, типа, себя самой умной считаю, что можно ответить такому человеку? Ну, вот, может быть, я что-то неправильно понимаю, но мне кажется, что я как раз-таки все понимаю очень правильно, потому что конструктивная критика не заключается в том, чтобы сказать человеку, ты не умеешь это делать, ты делаешь полную фигню, и, короче, тебе надо учиться. Это нифига не конструктивная критика, и если вы так делаете, если вы вот так вот критикуете кого-то, то я вам советую вот прям сегодня перестать это делать, потому что я знаю, что такое конструктивная критика. Вот я приведу пример из своей жизни. У меня муж дизайнер, и, естественно, это тоже профессия творческая, он часто делает какие-то проекты, и бывает подзывает меня, говорит, вот посмотри, что ты думаешь, вот я там работала над этим проектом, и вот спрашивает мою точку зрения. И я когда смотрю на его работу, если мне что-то не нравится, то я не говорю, фу, говно, ну, как бы, иди почитай какую-то умную литературу, потому что, ну, как бы, фу. Я считаю, что моя задача вот как человека, которого попросили помочь или попросили прокомментировать, это сказать, ну, естественно, да, честно, что ты думаешь, то есть не врать, там, типа, да, да, все хорошо, на самом деле все там отвратительно, но в то же время, если тебе что-то не нравится, то ты предлагаешь конкретные варианты, как можно еще сделать. Например, вот я говорю, вот эта секция мне там, например, не нравится, может быть, попробовать вот так и так и так сделать. Или вот, например, вот так и так, там, слушаю, какая задача, как клиент хочет, и, возможно, предлагаю какие-то варианты, какие-то идеи ему даю, там, набрасываю, там, раз, два, три, и он говорит, о, вот это, кстати, хорошая идея, вот это я попробую развить, и таким образом я ему, как бы, могу что-то подсказать, что его, возможно, вдохновит, и он вот улучшит то, что у него раньше было, может быть, не очень хорошо, скажем так. Вот это, я считаю, конструктивная критика, когда ты не топчешь человека с грязью, и, наоборот, стараешься подать какую-то идею, какое-то вдохновение и какое-то решение вопроса, и это касается абсолютно всего, вы просто не представляете, какое количество имейлов я тоже получаю. Так, кстати, давайте переходить к глазам, я решила сегодня взять палетку LORAC PRO, я просто 10 миллионов лет вообще ей не пользовалась, и решила, что надо ее взять. У меня практически во всех оттенках здесь вот прям такие хорошие впадины, а этот оттенок я прям до дна уже дотерла. Единственное, что мне здесь не нравится, это вот эти два оттенка, потому что они в какую-то такую кашу-малашу немножко превращаются на веки, и я не часто пользуюсь вот этим, потому что в целом я вот такими вот оттенками не часто пользуюсь, и вот этот мне тоже не нравится, потому что он, это то же самое, что вот этот первый, только с огромным количеством блесток. И вот я как раз говорила о том, что вы себе просто представить не можете, какое количество имейлов и сообщений в соцсетях я получаю, там где девушки мне пишут, что вот они тренировались по моим урокам, и что у них стало намного лучше получаться, и присылают фотографии, мол, вот прокомментируй, как ты считаешь, как у меня получилось. Если бы я каждой отвечала в стиле, нет, тебе надо еще поучить колористику, и вообще вот почитая строение формы, и я думаю, что лучше вообще походи в школу визажа, потому что это нет, это полное говно. И вот как вы думаете, приятно было бы вам получить такой комментарий? Я думаю, что нет. И я думаю, что он бы вообще никому не помог, такой комментарий, в плане улучшения каких-то своих навыков. Вот просто ни одному человеку, наверное, не помог бы, если бы я вот так вот писала. Сейчас я вот буду вот этот затертый до дырочки брать оттенок на пушистую кисть. Если вы хотите действительно конструктивно подойти к вопросу, да, и вот конструктивную критику привнести, то мой вам совет, вы должны, вы просто обязаны предложить какой-то вариант, который действительно может быть аналогом того, что было сделано, или что было показано. И вообще, знаете, эта тема очень глубокая по поводу того, как вообще люди воспринимают какие-то вещи. То есть кто-то пытается по-доброму как-то советовать, кто-то порадуется, кто-то наоборот обозлится. Я очень сильно старалась над собой работать, потому что мне кажется, что когда я вспоминаю себя в подростковом возрасте, мне кажется, я была намного более завистливым человеком, и мне было трудно порадоваться за кого-то. И любое вот какое-то событие, да, когда человек действительно там радовался, у него что-то хорошее происходило, или чем-то хвастался даже, ну, пускай вот действительно хвастается человек чем-то, и у него это вызывает какую-то радость, у меня это всегда вызывало какой-то внутренний конфликт. И в один момент я начала очень сильно над собой работать, чтобы вот это из себя вытравить, потому что я это вот сейчас, я это не переношу просто. Когда я понимаю, что человек не может порадоваться за тебя, то всё, это как бы, ну, этого человека сразу нужно из своей жизни выкидывать. Я на своём опыте поняла, что полным-полно людей, которые запросто тебя могут пожалеть, если у тебя какая-то фигня в жизни происходит, и все будут жалеть, и говорят, не переживай, всё будет хорошо, всё будет классно, потому что, по сути, это подогревает вот внутреннее такое, ага, у меня всё классно, типа у неё всё плохо, у меня всё классно вообще, и вот это вот подогревается, это чувство, и тогда легко как бы человека пожалеть, и это правда. Но как только у человека действительно что-то классное в жизни происходит, вот действительно очень классное, его повысили на работе, или появилась какая-то сумасшедшая возможность, которая вот по жизни именно на что-то влияет, вот все люди, которые как бы жалели с удовольствием, и готовы были вот сердечно разделить все невзгоды, сразу куда-то пропадают, и чувствуется вот эта вот какая-то такая зависть, или какой-то негатив вот этот, и мне кажется, что сейчас для меня порадоваться за какого-то человека, это вообще не составляет никакого труда, то есть если что-то в жизни человека происходит классное, я это воспринимаю с точки зрения этого человека, а не с точки зрения того, что я вот этого не добилась, вот плохо, а вот этот вот человек добился, хотя он там меня младше, или он такого же возраста, или там у нас были какие-то одинаковые возможности, а вот у меня этого нет, а у него это есть, ну вот как бы просто надо воспринимать любую ситуацию с точки зрения действительно этого человека, И у него классно, и вот, ну, блин, ну, классно же поздравить его, там, я не знаю, порадоваться за него, сказать, что молодец, супер, и если тебе этого не хватает, продумать, каким образом ты можешь сделать так, чтобы у тебя потом это появилось, то есть как-то разработать какую-то стратегию. Кстати, мне это напоминает тоже, недавно получила комментарий, я просто в шоке, я целый день о нем думала, и меня, вот, я не могла это выкинуть просто из головы, потому что, ну, часто пишут в личку, там, посоветую, там, посоветую это, посоветую то, а как ты думаешь, и я зачастую отписываю, но я редко получаю ответы, вот, как действительно мой совет повлиял на жизнь, того или иного человека. Она сказала, что она последовала совету по поводу работы, которую я ей дала, и что сейчас у нее жизнь кардинально поменялась, что она сменила работу, и человек, который в этой сфере считается лидером, стал ее наставником, что у нее все круто поменялось, и она вот хочет меня поблагодарить за то, что я ей дала такой хороший совет, я просто прочитала, и у меня как будто все внутри, знаете, таять начало. С другой стороны, я знаю, что в современном мире полно заядлых эгоистов, есть люди, которые просто вами пользуются, и на таких людей я не, я вам не советую на таких людей, там, тратить время, энергию, да, что-то им там пытаться доказать. Нет, я говорю про обычных людей, скажем так, с которыми у вас и так складываются, скажем так, хорошие отношения, но если вы принесете еще вот такую вот капельку добра, то эти отношения станут еще лучше, это 100%. Конечно, такие как бы обозленные люди с чувством как бы собственного я, таким нарциссизмом немножко, они есть везде, но я вот как-то так замечаю, что в постсоветском пространстве их как будто особенно много. Может быть, это, конечно, связано с нашей историей, я это не исключаю, но вот как-то у нас вот таких вот обозленных людей, которые скорее тебя затопчут, чем вот похвалят, вот как-то очень много. Потому что я вот даже опять-таки сравниваю с той же Францией. Мы во Франции очень много посещали разные музеи, разные выставки, тем более там, где мы были в Провансе, там находился Ван Гог, он там проходил лечение, и он написал там очень много картин. То есть я своими глазами видела те места, которые видел Ван Гог, когда писал свои картины. Меня это так вдохновило, вообще просто безумно было интересно. И вот я очень много выставок посетила, я очень много галерей посетила, и в одной из галерей я рассматривала, там были краски, такой уголок как бы с красками, и видно, что там работал какой-то художник. Ну я, естественно, мне было любопытно, я подошла, начала заглядывать, что там за краски вообще, какого бренда, как они выглядят, и это увидел сам художник, который там тоже находился. И он ко мне подошел, начал со мной разговаривать, говорит, вы, наверное, тоже художник. Я говорю, ну как бы нет, я не художник, я так просто для себя этим занимаюсь, мне просто было интересно, чем вы пользуетесь, потому что там тоже был такой уголок, где было современное искусство и его выставка в том числе, этого художника. И я, естественно, там похвалила его работы, мне понравились его картины, и он со мной начал разговаривать, говорит, ну покажи мне себя на фейсбуке, какие у тебя картины. А я говорю, не, у меня как бы на фейсбуке там нет какого-то, какой-то странички, да, то есть как страница художника. И я ему на телефоне нашла пару фотографий вот своих вот картин, и вот художник во Франции, который выставляется в галерее, не побоялся меня похвалить, то есть он мне говорил, вау, супер, работы отличные, ты обязана просто продолжать, вот 100% этим занимайся, у тебя очень классно получается. Потом мы с ним разговаривали, он сказал, что у него с Украины друг был художник, этот художник уже, к сожалению, умер, и как бы уже остались только его работы. Он меня за руку вообще отвел в тот зал, где вот были представлены работы вот этого украинского художника. То есть вот человек действительно не боится потерять свой авторитет тем, что он похвалит кого-то еще. И меня это тоже настолько впечатлило, вообще мне такие вещи, когда я замечаю, я очень долго потом об этом всем раздумываю, и я стараюсь вот такие вот позитивные вещи перенимать потом в свою собственную жизнь, и также поступать, потому что я понимаю, что вот это делает человека лучше. Я уже, кстати, настолько заговорила, что я забыла вообще, что я делаю вообще со своими глазами, что-то начала делать, какой-то макияж. Я вот сейчас взяла себе, кстати, золотой оттенок, это оттенок голд. Но я вот так вот смотрю и понимаю, что металлики в новых формулах, вот, например, там тени Colourpop, да, вот эти индивидуальные рефилы, или те же там Morphe, да, тени, которые, палетка Jacqueline Hill, которая у меня есть, там металлики намного круче. Вот современная формула металликов намного круче, чем вот эта более старая формула Lorac. Причем, что вот здесь вот этот золотой оттенок, он самый металлический, но он, откровенно говоря, проигрывает по сравнению с формулой Colourpop и с формулой Morphe из этой палетки. И как-то я не очень довольна результатом. Так вот, я сейчас сама не верю в то, что я собираюсь сказать. В современных реалиях, видимо, палетка Lorac Pro это уже не настолько высокий конкурент, как я вот даже запомнила себе. То, как это ложится, то, как это тушится, то, как это держится, это очень классный вариант. Но что касается вот металлика, то как-то он все-таки меня сейчас, я смотрю, подразочаровал. Хочу тоже дать последний шанс хайлайтеру от Fenty. У меня это оттенки Mean Money и Hustle Baby. Hustle Baby я поняла, что 100% это вообще не мой вариант, потому что он настолько золотой, что на мне он выглядит просто желтым пятном. Я решила вот последний шанс дать оттенку Mean Money, потому что он более такой вот приглушенный. И есть шанс все-таки, что я как-то его полюблю, потому что пока у нас любовь не получается. Вот как-то я его хочу любить, но он мне не отвечает взаимностью. И вот как я его не пробую, все равно он вылазит какой-то желтухой на мне. Хочу попробовать оттенок от MAC, который называется Blankety. Ну вот, собственно, и все. Я очень надеюсь, что вам понравилось вместе со мной собираться. Обязательно пишите ваши комментарии, ваши мысли. Если вам есть что добавить по этому поводу, или у вас какая-то иная точка зрения, или наоборот точка зрения, которая совпадает с моей, пожалуйста, пишите. И на этом я буду с вами прощаться, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры подогнал «Симон»!